Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Markets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим и размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь. Сегодня на повестке экономического календаря «Бизнес-оптимизм Зью Германии», отчет, который будет публикован в 10.00 по GMT. Далее в 12.30 состоится выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. И начнется вечером двухдневное заседание американского регулятора, итоги которого будут подведены уже завтра вечером. И это событие, безусловно, номер один в рамках этой недели, а может быть даже и не только. Потому что мне нравится параллель относительно того, что АФРС – это законодатель макроэкономических мод. Я считаю, что действительно те решения, которые принимаются там, очень быстро распространяются в другие регионы, подкладываются другими центральными банками и все это формирует такую глобальную макроэкономическую картину мира по монетарному курсу. Сейчас очень интересно будет посмотреть за решением регулятора, потому что Федрезерва. Это решение поможет нам разобраться, какая задача для Федрезерва является приоритетной. Либо урегулирование кризиса банковского характера. Это, соответственно, подразумевает, что необходимо будет отказаться от жесткой монетарной политики. Потому что для того, чтобы урегулировать этот кризис, нужно создать условия, при которых не будут расти доходности американских трежерис и, соответственно, не будет снижаться их стоимость. Потому что именно серьезная просадка по стоимости, которая стала фактическим убытком для держателей облигаций, многих кредитных учреждений привела к тому, что ряд крупных венчурных банков вынуждены были объявить о своей неплатежеспособности и прекратили свою деятельность. И другой вариант поведения американского регулятора может быть основан на том, что ФРС все же предпочтет решать проблему высокой инфляции, но здесь уже как раз нужно повышать процентную ставку как минимум теми темпами, к которым мы привыкли ранее. Какое решение примет американский регулятор? Это выбор как бы из двух зон. Мне кажется, хорошего решения в любом случае сейчас не будет, потому что и в первом, и во втором случае есть очевидные негативные последствия. Я не завидую Федрезерву, я не завидую Джерому Павловну, которые в принципе сейчас могут наломать дров, опять же, независимо от того, какое решение будет принято и спровоцировать начало нового глобального финансово-экономического кризиса. Да, это несколько громко звучит, но именно действия Федрезерва будут определять дальнейшие тенденции, которые будут характерны для облигаций, для доллара и для фондового рынка. Если участники рынка сочтут их недостаточно уместными в текущих экономических условиях, то мы как раз и увидим развитие панических настроений, что приведет к самым негативным последствиям. Масло в огонь, напомню, ранее подлила Джанет Йеллен, которая сейчас возглавляет Министерство финансов США, отметив, что банковская система США в целостности, сохранности крайне надежна и стабильна. Но меры по компенсации вкладов будут распространяться только в отношении вкладчиков системообразующих банков. Это к тому, что, конечно же, на фоне такой риторики априори должно дальше происходить явление Бэнкран, когда многие будут перекладывать свои капиталы из одних банков по второй-третий сортных в ключевые звенья банковской системы. Много этих денег будет оседать все-таки дома, потому что есть в целом недоверие к банковской системе. Американский регулятор ранее, после банкротства ряда венчурных банков, сообщил и объявил о запуске программы экстренного финансирования кредитных учреждений путем предоставления, в том числе и возможности, реализовывать облигации не по фактической цене, а по номинальной. Но у этого решения, у этой программы уже есть негативные последствия, потому что баланс американского регулятора за последние дни вырос почти на 150 миллиардов долларов. Это чуть ли не рекордный прирост за период более чем в десятилетие. Банкам через вот эти действия по обратному выкупу, по льготным условиям было рождено больше 15 миллиардов долларов. И я думаю, что в ближайшей торговой сессии эта цифра увеличится в разы. Поэтому сейчас нам нужно признать тот факт, что на рынке сохраняется неопределенность. Это явно доказывается еще тем, что котировки золота остаются на многомесячных максимумах. Буквально ранее мы в ходе вчерашней торговой сессии наблюдали за тем, как золото протестировало психологический рубеж. 2000 долларов за трость консуль, хай был 2009, после чего золото откатило. Но это тоже нормальное явление для актива, который за очень короткий промежуток времени показывает стремительное восходящее движение. А золото буквально за считанные дни, если округлить чуть больше недели, в период выросло почти на 200 долларов. И, конечно же, коррекция, она назревала. Но золото все равно тяготеет к тесту вот этого психологического сопротивления. Я думаю, что при появлении на рынке новой истории с негативным оттенком, опять же, о неплатежеспособности какого-нибудь банка, либо проблемах с ликвидностью другого кредитного учреждения, золото обретет второе дыхание и в этот раз уже успешно протестирует уровень 2000 и потенциально закрепится выше. Я рекомендую смотреть внимательно на рынок драгоценных металлов сейчас. Если вы согласны с тем, что потенциал роста сохраняется, то вам нужно быть уверенными в том, что эта сделка принесет еще больше профита. Но если вы уже заработали на росте золота, покупая его тогда, когда оно торговалось существенно ниже, 2000 долларов за трость консул – это хороший уровень, чтобы фиксироваться, друзья, и просто наблюдать за развитием со стороны. Поэтому решение принимать вам. Индекс доллара 103 пункта. Сейчас я думаю, что консолидация сегодня будет около этого рубежа и, в принципе, до самого фактического решения американского регулятора, то есть до завтрашнего вечера. Нужно просто смириться, не нужно закрывать позиции, не нужно открывать новых позиций, потому что именно решение американского регулятора станет судьбоносным для доллара. Борется с инфляцией, значит, активно повышает процентные ставки, значит, доллар удержан в длинных позициях. Если ФРС все-таки дрогнул из-за ситуации с банковским кризисом, то ему придется принять решение о скором завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, и тогда доллар будем шаратить, друзья. В этом разберемся уже в четверг. Что касается американского фондового рынка, S&P 500, 3985 пунктов, соответственно, ждем еще большего снижения. Европейская валюта против доллара 1,0711. Текущие котировки потенциал роста до уровня 1,08 сохраняется. Индекс потребительских цен февральских в еврозоне в целом 8,5%. Небольшое снижение с позапрошлого показателя месяца с 8,6%. Но 8,5% это существенно выше цели, даже выше, чем если говорить о статистике по инфляции в США, где инфляция 6%, цель 2%. В отношении еврозоны цель 2%, фактическая инфляция 8,5%. Базовая инфляция даже выросла, друзья, в феврале с 5,3% до 5,6%. Ну и, конечно же, высокая инфляция вкупе с решениями Европейского центрального банка в прошлой неделе пока что сохраняет евро в числе тех активов, которые интересны для спекулятивных покупок. Нам нужно 90 пунктов еще до цели 1,08. Я думаю, что мы до этой цели доберемся. Доллар иена 131,25. Вчера были опубликованы протоколы последнего заседания Банка Японии. И вы знаете, много представителей японского регулятора начинают поддерживать идею местности ужесточения политики во втором или в третьем квартале. Вкупе с защитными свойствами японской иены это может создать условия для того, чтобы пара доллар-иена протестировала поддержку 130 иен за доллар. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.